Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Вы видите на экране телефоны, адрес электронной почты, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. И соответственно, мы будем рады оказаться вам полезными, будем рады любой обратной связи. Задавайте вопросы любым удобным для вас способом. Лучше, конечно, в письменном формате, потому что тогда мы имеем больше времени для ответа и более предметно можем ответить на ваш вопрос применительно конкретно к вашей ситуации. Наша сегодняшняя встреча ведущий консультант-аналитик 1С Гардашева Галина. И мы с вами сегодня поговорим по поводу работы с едином налоговым счетом и будем смотреть на примере 1С бухгалтерия предприятия. Здесь сразу хочу оговориться, как будет построено наше взаимодействие. То есть мы будем теоретические нормативные материалы смотреть с вами на слайдиках. Будем переключаться на демо-базу таким образом, смотреть какие-то здесь уже моменты. И во второй половине нашей встречи мы с вами переключимся еще на одну, на рабочую базу. И посмотрим, в чем отличие и что изменилось по ИНС с этого года. Ну, наглядно, чтобы так сказать, это все продемонстрировать. Программа нашей встречи сегодняшней, вы видите ее на экране. То есть мы поговорим про начальное сальдо по единому налоговому счету, собственно, про сами операции по единому налоговому счету, отражение начисления, сверки и так далее. Поговорим про уведомления и что изменилось в этом плане. Ну и про частные моменты по проводкам при работе с едином налоговым счетом. Ну и, соответственно, если останется время, немножко поговорим про дополнительные сервисы и отчеты. Начнем с нормативных материалов. То есть, как вы все помните, единый налоговый счет у нас заработал 1 января 2023 года. И, соответственно, у нас были введены сальдо, то есть остаток задолженности. И единый налоговый счет был открыт для всех юридических лиц и предпринимателей. И, собственно говоря, расчеты с налоговыми органами у нас с 1 января 2023 года происходит только через этот счет. Порядок взаимодействия с этим счетом регулируется у нас федеральными законами 263 ФСЗ и 565 ФСЗ. Ну и, соответственно, в 1С полностью автоматизировали этот расчет. И он теперь работает достаточно корректно. И, собственно говоря, единый налоговый платеж – это денежные средства, которые у нас проходят через единый налоговый счет. И, соответственно, все средства, которые у нас проходят для налоговых органов – это совокупная обязанность по уплате налогов. Я намеренно выделяю этот момент, хотя, в принципе, сейчас уже это ни для кого не новость, потому что мы поговорим еще немножко позже про совокупную обязанность по уплате. Вот на следующем слайде у нас вы можете посмотреть, что включается в единый налоговый платеж НП и что учитывается на едином налоговом счете ЕНС. Ну, то есть, соответственно, у нас есть денежные средства, которые поступили с расчетного счета, например, для уплаты необходимых совокупных платежей. И есть поступления, которые, например, в связи с возвратом некоторых налогов, например, возмещения по НДС у нас возникли. Ну, и, собственно говоря, вот вы видите на нашем слайде, чтобы освежить, так сказать, память, какие случаи у нас включаются в единый налоговый платеж. Ну, надо сказать, что сейчас у нас уже прошло практически полтора года после введения единого налогового платежа и открытия единых налоговых счетов. И, слава богу, первый обморок уже народу прошел, потому что сначала, конечно, было очень много и вопросов, и ошибок, и, в общем-то, неправильных данных, которые были внесены налоговиками. То есть это все был достаточно нервный период. Сейчас уже за прошедшее время это немножко подуспокоилось, но все равно вопросы возникают. И, ну, начнем, естественно, с того, что для отражения единых налоговых платежей добавились в план счетов два субсчета. То есть единый налоговый счет – это 68.90. И мы сейчас перейдем, все его посмотрим. Просто на этом счете нужно обратить ваше внимание, нет и ни одного субконта. То есть это, значит, аналитики по этому счету не ведется. А, собственно говоря, распределение, которое необходимо для зачисления на соответствующие счета, 68 – это налоги и сборы, и 69 – это соцстрахование. То есть, так же, как и прежде, выполняется с помощью уведомлений и делает это налоговая инспекция. Ну, соответственно, получается, что программа конфигурация 1С-бухгалтерия, в ней в закрытии месяца сделаны дополнительные проводки, которые позволяют работать с ЕНП. Мы про них вот будем сегодня много говорить. И, соответственно, есть отдельный документ, по которому начисляются штрафы, пении, другие санкции какие-то, и делается перезачет налогов. Ну, изначально, когда предприятие начинает работать, например, вы переходите с какой-то другой конфигурации на 1С-бухгалтерию, и вам нужно внести сальто по единому налоговому счету. То есть для этого мы можем использовать документы, которые имеются в программе. Ну, основные это документы уведомления об исчисленных суммах налогов. То есть мы делаем этот документ, когда требуется предоставить в налоговую начисленные суммы. И операция по ИНС – это случай, когда уведомления, требующиеся в ИНС, представлять не надо. То есть операция по ИНС мы не представляем в налоговые органы и делаем для выравнивания учета. Сейчас мы вернемся к этому моменту поподробнее. А сначала я покажу вам слайдик вот такой. Собственно говоря, он наглядно иллюстрирует. Вот он у нас, добавочный субсчет к 68-му счету, единый налоговый счет. И видите, где у нас субконта, нет ни одного субконта. То есть, соответственно, это как иллюстрация то, что я вам пару минут назад рассказала. А сейчас мы перейдем к демо-базе. Вот. И посмотрим с вами то, что касается этих изменений. Значит, еще раз вернусь к слайдику. У нас с вами меню «Главное» мы используем и, соответственно, «План счетов». Переходим в меню «Главное» и, соответственно, вот мы выбираем здесь «План счетов». И вот так. И смотрим, значит, у нас 68-й, 90-й единый налоговый счет. И 69-й, 0-й, 9-й, страховые взносы по единому тарифу. То есть, вот эти два счета добавились в «План счетов» для того, чтобы мы могли работать с единым налоговым счетом. Возвращаемся снова к нашим слайдикам. И поговорим вот о чем. То есть, для того, чтобы... Ну, считаем, что мы уже внесли начальное сальдо. Мы потом поговорим про то, как это можно сделать, что для этого есть в программе. Но поговорим про методику работы с единым налоговым платежом. То есть, для того, чтобы создать необходимые... необходимые уведомления, мы должны выполнить несколько операций. То есть, мы создаем документ, уведомление или операция. Значит, здесь напомню, что в 2023 году у нас был переходный период, когда действовали еще и платежки. То есть, если предприятие не хотело формировать уведомления, формировалось платежное поручение, как и раньше, и подавалось для уплаты в банк конкретно по каждому КБК, и, соответственно, перечислялись налоги. С 2024 года платежные поручения отменены, и у нас теперь есть только уведомления. То есть, для того, чтобы и отобразить то, что мы начислили какую-то сумму, и исполнить свою обязанность перед налоговыми органами, мы создаем уведомления. Выполнить такую операцию можно разными способами. Ну, самый, в общем-то, распространенный – это способ раздела операций, и включаем уведомления. Но в этом случае, получается, есть неудобства. У нас таким образом мы создаем уведомления вручную. То есть, соответственно, у нас вероятность ошибок достаточно сильно повышается. Есть другой способ – это изменю главное через задачи. Вот тут гораздо более комфортный способ, потому что как бы программа автоматически формирует нужные данные. И третий способ – это перейти по ссылке из задач в раздел уведомлений. И, соответственно, в этом случае у нас автоматически формируется все минимальные возможности для ошибки. И мы получаем проводку, которая формируется дебет 68-го, например, 0-1, кредит 68-90. Сейчас мы с вами посмотрим это все на практике. Переключаемся на демо-базу. И, собственно, вот разные варианты. Через операции у нас здесь есть целый блок «Единый налоговый счет». И, соответственно, вот у нас вариант, то есть мы можем создать уведомления, прямо переходя из этого режима по ссылке в раздел уведомления. Второй вариант, как мы с вами говорили, через меню «Главное». Мы находим с вами ссылку на задачи организации. И вот здесь мы видим с вами разные задачи. И, соответственно, смотрим, где программа нам сформировала, когда какие у нас необходимо выполнить платежи. И мы, вот, допустим, по ссылке переходим прямо в режим формирования уведомлений. И, соответственно, здесь используем кнопку «Сформировать уведомления». Но у меня здесь нету расчетных данных, поэтому само уведомление я не смогу сформировать. Ну, вот, таким образом мы можем сформировать и уведомление, и оплатить его, и запросить у налоговиков сверху. Теперь мы с вами возвращаемся к нашим слайдикам. И вот следующие слайдики. Вот этот слайдик иллюстрирует вариант через меню «Операции». То есть мы единый налоговый счет формируем с вами. И то, что мы с вами уже тоже посмотрели, через меню «Главное» через «Задачи организации». Мы с вами, в общем-то, сейчас смотрим совершенно намеренно не последнюю версию программы. То есть возвращаемся к нашей конфигурации. И закроем сейчас, это нам уже не нужно. То есть мы с вами рассматриваем достаточно старую конфигурацию. Она выпущена больше трех месяцев назад. Посмотреть, какая конфигурация мы можем с вами вот по такой пиктограммке. И здесь находим пункт «Информация». Вот такая пиктограммка и с точечкой о программе. Здесь у нас есть информация о платформе. На какой платформе работает программа. И информация о самой конфигурации. То есть, как вы видите, у нас 3.0.132. Это на самом деле старая конфигурация. И внимание нужно уделять именно, какой релиз у вас сейчас стоит. Потому что с релиза 3.0 и 3.147 были внесены достаточно серьезные изменения в программу. Мы о них поговорим немножко попозже. Я покажу слайдик сравнительный. Когда мы видим, что было в старой конфигурации и в новой конфигурации. Но практически любые действия, которые вы начинаете в программе, в текущем, например, времени, вам надо начинать с того, что мы проверяем актуальность нашего релиза. Потому что практически все разделы конфигурации у нас претерпели изменения. И это не только бухгалтерия, это и ERP, и зарплаты управления персоналом. Хотя это более, скажем так, консервативная конфигурация. Допустим, кадровый учет у нас не так быстро меняется, как налоговый. Но, тем не менее, изменения претерпели все разделы. Поэтому, прежде чем формировать какие-то сведения, мы смотрим, конфигурация у нас соответствует реалиям или ее нужно обновить. Значит, теперь мы с вами снова переходим на наши слайдики. Вот это задачи, то, что мы с вами уже посмотрели. И еще немножко нормативной информации. То есть у нас уведомление подается по взносам, по которым еще не созданы отчеты. То есть у нас задействован новый счет для страховых взносов. Мы с вами уже посмотрели. Это 6909. И здесь обратите внимание, что у нас начисление заработной платы за месяц происходит по единому тарифу на 69-й счет 0,9-й. То есть у нас раздел начисления зарплаты автоматически начисляет страховые взносы. И, собственно говоря, для конкретных взносов, как было до 2023 года. Взносы на травматизм в этом случае на 69-й счет 0,9-й у нас не попадают. То есть для травматизма эти новшества неприменимы, поскольку это не налоговый платеж, это платеж на соцобеспечение. И он также, как и раньше, у нас учитывается на 69.11 счете. То есть подавать уведомления не требуется, поскольку уведомления мы предоставляем только для налоговых счетов, для налоговой инспекции. А взносы на травматизм мы уплачивали раньше в соцстрах. А сейчас вы знаете, что у нас соцстрах объединен с пенсионным фондом и, соответственно, называется Социальный фонд России, аббревиатура СФР. И, собственно, на 69.11 счете у нас сохранился прежний порядок, он не изменился. Поэтому травматизм, как называется, несчастное страхование у нас ведется в прежнем порядке. Налоговая инспекция нам обязана предоставить по заявлению, обратите внимание, по заявлению предоставляется информация о остатках, которые у нас есть. То есть справка о наличии положительного либо отрицательного, либо нулевого сальдо, соответственно, с детализацией по налогам. Справка о принадлежности сумм, которые уплачены в качестве единого налогового платежа, формируется за период не превышающий трех лет. Ну, понятно, потому что, собственно, сами взносы у нас применяются только второй год. И справка об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и так далее. То есть вот такие три справки мы можем заказать в налоговом органе. И, соответственно, есть определенный ритуал, как это должно быть оформлено. То есть с установлением сроков и достаточно четко прописанных обязанностей. Значит, по этим обязанностям у нас есть вот такой регламент. То есть уведомления, которые мы составляем, хранятся в разделе операции и уведомлений. Сейчас мы с вами прямо будем переключаться по каждому пункту на демо-базу и смотреть, как это реализовано. Значит, мы переключаемся на операции. И вот у нас уведомления. Ну, у меня для примера сделано несколько уведомлений. Уведомлений два тут конкретно. Значит, мы при переходе в меню операции и по ссылке на уведомления попадаем в общий журнал, где фиксируются все уведомления, которые мы создали. И, соответственно, можно каждое уведомление посмотреть и посмотреть, за какой период и, соответственно, в каком состоянии оно находится. Теперь следующий абзац, который мы здесь читаем с вами, это мы посмотрели с вами вот этот абзац операции уведомления. Если мы сдаем отчетность, то уведомления не требуются для данного конкретного налога. И в операциях предусмотрен специальный документ, операция по ИНС. И формируется оно так же, как и уведомления, автоматически, если мы используем раздел задач. Или вручную, то есть через меню операции мы используем такую возможность. Ну и, как я уже говорила, для сверки мы подаем заявление. Заявление мы можем подавать в электронном виде. Собственно, в этом случае мы используем либо ТКС, то есть операторов электронных каналов связи, либо есть возможность у нас его подавать в бумажном виде, в форме, собственно, которая регулируется вот этим постановлением, либо через почту, либо лично принести, либо через МФЦ. Теперь мы, значит, с вами еще раз переключаемся на демо-базу. И в этот раз мы с вами посмотрим операции и задачи. То есть мы с вами можем через меню главное. Здесь у нас меню задачи мы с вами уже смотрели. И, соответственно, ищем то, что нам нужно и переходим. Или через меню операции, операции по счету, тоже переходим тут, соответственно, журнал операций, и есть возможность перейти к уже составленным операциям, либо выбрать и создать новый документ. То есть, видите, начисление налогов, уплата налогов, ну, соответственно, пение, штрафы, либо корректировка счета. И вот здесь нужно сказать, что, собственно говоря, формировать вот этими документами, как я уже говорила, более безопасно через задачи, потому что там заполняется информация в автоматическом режиме. и, собственно говоря, алгоритм подачи заявления прописан. То есть, если нас интересует сальдо по единому налоговому счету или информация по тому, как было распределение сделано, то на такое заявление нам должно ответить в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса. Обратите внимание, со дня поступления запроса. А справку об исполнении обязанности по уплате в течение десяти рабочих дней. То есть, здесь и там пять рабочих дней и десять рабочих дней. Ну и, соответственно, если мы запрашиваем акт сверки, то в этом случае получаем другой бланк. С 8.08, с 8 августа 2023 года действует форма и формат акта, который утвержден указанным постановлением. А с 19 сентября 2023 года у налоговых органов можно запросить сведения по отсутствию задолженности в размере отрицательного сальдо на эту дату. Ну, то есть, налоговые органы должны вам выдать справку о том, что у вас отсутствует задолженность. То есть, то, что раньше мы получали по запросу на справку номер 39. На самом деле, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. То есть, на самом деле, нужно помнить о том, что, кроме того, что мы подаем уведомления об соответствующих налогах, у нас в прошлом году произошло такое изменение. То есть, у нас были большие изменения по НДФЛу, и уплата НДФЛ признана приоритетной. То есть, если у вас на расчетном счете есть, например, тысяча рублей, а вам нужно заплатить полторы тысячи на НДФЛ, и, например, 500 рублей на какие-то другие налоги, например, на соцстрах, то в первую очередь будут списаны деньги на НДФЛ, и если их не хватает, то не будет списываться сумма, например, если вы хотите заплатить по 500 рублей на НДФЛ и 500 рублей на другие налоги. То есть, будет приоритетно погашена сумма по НДФЛу, а уже потом оставшиеся налоги в соответствии с вашим распоряжением. То есть, первое очередное погашение платежей по НДФЛу мы должны с вами помнить. И, соответственно, в заявлении мы указываем конкретные сведения об организации, признак заявителя, то есть организация или предприниматель период, ну и, собственно говоря, вот ту информацию, которую вы здесь видите. Сверху мы можем просить либо по конкретному налогу, по конкретному КБК, либо по всем сразу. То есть, для того, чтобы, например, произвести зачет ЕНП, мы в этом году имеем возможность ЕНП зачитывать в счет налогов или в счет соцотчислений. То есть, неважно, какого налога, если денежных средств достаточно, мы можем написать заявление о том, что просим перезачесть, например, сумму в счет страховых взносов или в счет каких-то налогов, например, НДФ и так далее. Значит, в этом случае существует документ зачет аванса по единому налоговому счету. Для того, чтобы воспользоваться такой операцией, она у нас доступна становится, когда мы с вами активируем закрытие месяца. Значит, сейчас мы снова переключимся на демо-базу нашу и меню операции закрытие периода. То есть, вот у нас в закрытие периода входит блок, вот такой вот блок ссылок. То есть, например, мы вызываем с вами закрытие месяца и получаем вот такой интерфейс. И вот, видите, у нас есть зачет аванса по единому налоговому счету. Или, соответственно, сейчас посмотрим, какое изменение произошло в связи с новым релизом и с дополнениями, которые внесли в программу. То есть, соответственно, у нас переместился этот пункт в закрытие месяца. И, в общем-то, алгоритм, как обычно, при закрытии месяца программа последовательно закрывает все эти пункты и рассчитывается автоматически. Так, значит, снова переходим к нашим слайдикам. И нужно поговорить вот о чем. То есть, при закрытии месяца нас интересует зачет авансов и, соответственно, как это оформляется. То есть, мы делаем обычную платежку и получаем выписку банка, то есть, списание с расчетного счета. В этом случае у нас формируется проводка обычная, то есть, дебитуется вновь созданный счет, аккредитуется 51 счет, расчетный счет. И, в общем-то, здесь все достаточно корректно работает. Нужно учитывать, что по состоянию на 28 число акты не формируются. То есть, если 28 числа у нас, например, выходной день, то блокировки переносятся на следующий день. И формирование акта возобновляется с 29 числа. То есть, это у нас ближайший рабочий день. И данные в личных кабинетах налогоплательщиков 28-го будут отображаться по состоянию на 27-е. Регулирует это у нас письмо ФНС. То есть, получается, что на день позже отображается информация. И, в общем-то, это нужно учитывать. А вот на следующем слайде мы с вами посмотрим как раз-таки то, что видели сейчас в демо-базе. То есть, через меню операции мы заходим в закрытие месяца. И вот он наш зачет аванса по единому налоговому счету. Ну, а вот сейчас следующий слайд, который я вам покажу, как раз-таки иллюстрирует разницу в релизах. То есть, как я уже говорила, со 147-го релиза у нас в бухгалтерии было серьезно изменено, изменен алгоритм расчетов и работы с единым налоговым счетом. И в этом случае у нас регистры больше не используются. То есть, теперь начисление налогов на едином налоговом счете у нас оформляется только документами. И в закрытие месяца добавлена новая рекламентная операция начисления налогов на единый налоговый счет. Вот здесь у меня два слайдика. К сожалению, они достаточно мелкие, но мы сейчас перейдем на демо-базу и посмотрим их, так сказать, живьем. То есть, вот на этом слайдике вы видите старые, старая информация. То есть, у нас вот он, зачет аванса наш здесь присутствует. И дальше закрытие счета 90-го и так далее. А в новом релизе у нас закрытие месяца. Здесь добавлен, то есть, вот идет закрытие счета 90-го и так далее. И добавлен следующий пункт начисления налогов и налоговый единый счет. Сейчас мы переключимся на демо-базу, на две разных демо-базы. И посмотрим старый и новый релиз, чем они отличаются. То есть, на самом деле, здесь достаточно много будет отличий. Переключаемся. Значит, это у нас с вами старый релиз. И вот вы видите зачет аванса и закрытие счетов, расчет налога на прибыль и так далее. А вот сейчас мы с вами переключимся на более поздний релиз. Переключаемся на рабочую базу. И посмотрим с вами информацию о программе. И здесь мы с вами увидим. Брюки превращаются. Вот так. Ну, соответственно, вот у нас 151-й релиз. Это уже больше, чем 147-й. То есть, здесь все новшества уже учтены. И сейчас мы с вами на них посмотрим. То есть, вот мы выбираем меню операции. Вот мы выбираем закрытие месяца. И, как вы видите, вот у нас новый пункт начисления налогов на единый налоговый счет. Соответственно, ну, у меня учетная политика установлена такая, что она отражает мои налоги. Вот он мой 91-й счет начисления налога на прибыль. Ну, то есть, видите, во-первых, у нас в начислении в закрытии периода разница. А во-вторых, сейчас мы отсюда уйдем. Так. И посмотрим с вами меню операции. И обратите внимание, раздел единый налоговый счет у нас увеличился. То есть, в него добавлено достаточно много новых функций, в отличие от прежнего релиза. Сейчас мы на него переключимся. Вот меню операции. И единый налоговый счет. Как вы видите, всего 4 пункта в меню. Соответственно, гораздо меньше возможностей. И гораздо меньше было, ну, скажем так, автоматизировано определенных процессов. И сейчас мы с вами переключаемся на новую базу. И смотрим, что у нас здесь добавилось. То есть, точно так же уведомления у нас здесь с вами. Заявления о зачете и корректировке. А вот сведения об уплате налогов. Операции по счету за 23-й год. Помощник, обратите внимание. Ну и, соответственно, личный кабинет и календарь уведомлений. Личный кабинет – это недавно созданное, в общем-то, дополнение, которое позволяет получать информацию очень хорошо структурированную и, соответственно, полностью в режиме онлайн проводить какие-то операции, смотреть, какие результаты получились. И помощник перехода на ИНС – это тоже новый сервис. Сейчас мы о нем поговорим еще. Операции по счету за 23-й год. Зачем они нужны? Тоже мы сейчас разберемся, что это такое и с чем его едят. К сожалению, долго он запускается. Вот. Но пока запускается, мы с вами вернемся к нашим слайдикам, чтобы терять время. Так, вот, значит, мы с вами сначала поговорим вот о чем. Что теперь документ уведомления проводок не формирует. И на самом деле теперь уведомление служит только для того, чтобы подать сведения в налоговый орган. По-прежнему сформировать уведомления можно либо через меню «Главное» и «Задачи организации», либо через меню «Операции» на «Единый налоговый счет» и «Уведомления». То есть открываем новый релиз и проверяем меню «Главное», меню «Задачи». И вот мы с вами сейчас задача откроется, попадем в новый интерфейс. И, соответственно, я выбираю, какая организация у меня будет. И сейчас формируется, видите, формируется отчет, к сожалению, не очень быстро. Вот. Нужно состариться, пока сформируется. Так, значит, и вернемся снова к слайдикам. То есть через меню «Операции» точно так же «Единый налоговый счет», как и в старом релизе. То есть меню «Операции», «Единый налоговый счет». И, соответственно, вот он у нас, как был раньше. И, нет, к сожалению, к сожалению, мы, вот, наконец-таки сформировалось. Через меню «Главное», через «Задачи». Вот сформировался список моих задач. И, соответственно, я могу отсюда перейти на формирование конкретного уведомления. Например, вот за май месяц. То есть, соответственно, видите, котик позевает, и программа сформирует автоматически новые сведения. Или через меню «Операции». Вот, видите, то есть данные программа рассчитала и выдала мне вот такое информационное табло. И я могу пойти дальше, то есть сформировать уведомления, если это требуется. Ну, видите, здесь очень комфортные подсказки и цветовое выделение. Через меню «Операции» у меня, соответственно, вот формирование уведомлений, как было и в старом релизе. Ну, и здесь у меня не создано новых уведомлений, поэтому я могу только через кнопочку «Создать». Сейчас откроется меню для создания уведомления. Но я держу в памяти, что уведомления у меня в этом случае, в новом релизе, проводок не несут и служат только для создания документа и отправки его в налоговый орган. Для распределения платежа, единого налогового платежа по налогам. Но помню, что у меня НДФЛ приоритетно. То есть не забываем. Так, возвращаемся снова к нашим слайдикам. И, соответственно, вот о чем нужно сказать. То есть, если, например, вы переходите на конфигурацию 1С бухгалтерии, вот сейчас, то у вас какая-то информация уже о существующих налогах имеется. То есть по состоянию на 1 января 2004 года эту информацию нужно внести как начальное сальдо. То есть, соответственно, делается это в новом релизе при помощи документа «Корректировка единого налогового счета». Значит, сейчас мы с вами переходим в новую конфигурацию. И здесь вот у нас с вами меню «Пункт корректировки ЕНС». Мы создаем новую корректировку. Обратите внимание, выбираем вид операции. Ну, соответственно, дата и вид операции. Соответственно, у нас здесь выбираем то, что нам подходит. В нашем случае это начисление налог. Ну, какие-то данные заполняем. Заполняем и вид платежа в бюджет. То есть, соответственно, выбираем то, что подходит. Например, начисление налогов или штрафов или пеней. Ну, заполняем, собственно говоря, всю информацию, которую нужно внести как стартовые остатки. Это я сейчас пока не сохраняю, но мне не нужно. И возвращаемся к слайдикам. Значит, соответственно, кроме того, когда мы вносим информацию по единому налоговому счету, то есть сальдовые остатки вносим, нам нужно озадачиться тем, чтобы получить сверку от налоговых органов и сравнить с тем, что у нас есть в программе и в личном кабинете. Личный кабинет в налоговых органах – это очень интересный инструмент. То есть нужно быть очень внимательным, потому что проводки записываются датой, когда они должны быть уплачены. Переключаемся в новую операцию. И мне хочется еще показать вам личный кабинет. К сожалению, он формируется достаточно долго, но про личные кабинеты мы с вами можем говорить в нескольких вариациях. То есть личные кабинеты в бухгалтерии есть для работы с... для работы с уже нам хорошо знакомыми фискальными органами, то есть, например, и социальный фонд, статистика, ну и так далее. Есть при расчете заработной платы. У нас с вами есть возможность, например, личный кабинет сотрудника. Вот он у нас здесь есть. И если мы формируем отчеты в блоке 1С – отчетность, мы можем посмотреть личный кабинет. То есть вот ссылка есть отдельная, а есть мы можем перейти через общий журнал отчетности. Значит, в чем отличие от личного кабинета, который мы с вами смотрим по единому налоговому счету, и личный кабинет, который мы с вами видим здесь. То есть здесь у нас личные кабинеты, которые отражают состояние взаиморасчетов юридических лиц и пистов. То есть, соответственно, результаты каких-то проверок, выписок, регистрационные данные и так далее. СФР – это бывший наш ФСС, объединенный с ПФРом. То есть эти личные кабинеты отражают взаиморасчеты юридического лица, то есть юридического организации, которая у вас создана. И, соответственно, СФР, бывший ФСС – это электронные лицки нетрудоспособности и социальное обеспечение, соц. выплаты. А вот точно так же есть природнодзор, статистика, Банк России. То есть это для работы с кредитными организациями, с формированием для них отчетности. А вот данный сервис, переходим к операции, личный кабинет налогоплательщика. Соответственно, в этом случае есть несколько тонкостей. И сейчас мы о ней поговорим. Собственно, личный кабинет отражает движение по единому налоговому счету. Соответственно, отражает все движения, которые происходили и не содержит лишней информации. То есть целевое поле информационное. Но здесь есть тоже одна тонкость. Как вы видите, эта ссылка отсылает нас к 1С-отчетности. Что такое 1С-отчетность? Что имеется в виду именно конкретно с этим сервисом? То есть у нас есть, например, в меню отчеты, у нас есть блок, который называется 1С-отчетность. Но кроме того, что 1С-отчетность – это блок, есть еще сервис 1С-отчетность. И этот сервис мы можем вызвать, вот если мы нажмем, например, на рекламентированные отчеты, программа при запуске себя похвалит, то есть выкинет рекламку. И, соответственно, эта рекламка, можно перейти по ссылке, поподробнее почитать, что позволяет этот сервис. Но в двух словах, это сервис, который позволяет обмениваться с сайтом налоговых органов напрямую информацией. И, соответственно, в этом случае, если у вас подписка проф, то такая, если у вас подписка проф, то для одной организации такой сервис бесплатный. Если у вас больше количества юридических лиц ваших, то за них придется доплачивать, но в зависимости от количества лицензий, которые вам потребуются. Это достаточно дружественная сумма, там порядка 4900 рублей за год. Соответственно, если разбить по месячным, то вполне такая дружественная сумма. То есть, соответственно, для того, чтобы подключить личный кабинет для работы с единым налоговым платежом, мы должны определиться и подключить такой сервис. То есть, именно сервис 1С отчетность. И сейчас мы с вами снова переключимся. Так, это нам не нужно, это не нужно. То есть, соответственно, вот эта ссылка, я могу перейти по этой ссылке и, соответственно, переподключиться, почитать заодно рекламку по поводу этой отчетности. Поскольку у меня демо-база не рабочая, то, соответственно, это для меня сейчас невозможно. Ну и, соответственно, программа проверяет, есть ли у меня подпись, то есть, есть ли у меня электронная подпись, потому что здесь потребуется квалифицированная электронная подпись, ну и предлагают установить, если у вас не установлены крипто-провайдеры. Ну, сейчас мы покамести выйдем отсюда. И еще вернемся ненадолго к нашим слайдикам. Значит, вот что нам осталось. То есть, для отражения определенных налогов есть несколько особенностей. То есть, когда мы составляем уведомления на некоторые налоги, нужно учитывать, что при ОСН, то есть при упрощенке, уведомления заполняются не поквартально, ой, господи, запутал я словах, уведомления заполняются не нарастающим итогом, а поквартально, поскольку, соответственно, подается декларация за квартал. И уменьшить сумму аванса на переплату при заполнении уведомления не следует. То есть, если вы делаете уведомления по налогу на прибыль. По налогу на прибыль вообще-то только для особых случаев нужно. Тогда вы выполняете роль налогового агента. В остальных случаях уведомления не требуются. И, соответственно, вы платите авансовый платеж по вашим расчетам. Точно так же по НДС есть свои особенности. вы видите на экране, то есть в каких случаях по НДС особенности используются. И если вы делаете уведомления по налоговым, по имущественным налогам, то, соответственно, нужно обращать внимание на КПП. То есть, если у вас имущество по месту нахождения организации, то вы выбираете КПП налогового органа, который в самой организации. А если налоговый орган не по месту нахождения организации, то, соответственно, указываете налоговый орган, который по месту нахождения имущества. Таким образом, еще раз возвращаемся к нашей демо-базе. И хочу немножко подрезюмировать. То есть, у нас вся работа в основном происходит через меню операции. Единый налоговый счет. Это вы видите старая версия программы, старый релиз. И новый релиз у нас выглядит единый налоговый счет. Увеличено количество возможностей. Единый налоговый счет состоит у нас из большего числа сервисов. И есть помощник перехода на единый налоговый счет и личный кабинет единого налогового счета. И, соответственно, появилась вот такая возможность использовать операции по расчету за 2023 год. И здесь по кнопочке операции мы с вами выбираем, какую информацию мы вносим в качестве стартового сальдо. То есть, соответственно, либо начисление, либо уплата налогов, либо тут пение, страфы и прочие корректировочные записи. И, соответственно, мы вносим все сведения, которые касаются единого налогового счета либо через меню операции, либо через главное меню и задачи организации. А все расчеты проводятся автоматически программой при закрытии месяца. При закрытии месяца в новом релизе, в новых релизах добавлено начисление налогов на единый налоговый счет. То есть, это у нас автоматический автоматический расчет. И, соответственно, выполняется закрытие месяца и начисление налогов на единый налоговый счет. В старом варианте, то есть, в старом релизе, у нас при закрытии месяца выполнялся зачет авансов по единому налоговому счету. То есть, мы с вами помним, что в новом релизе уведомления не рождают проводок, а служат только для налоговых органов, для формирования налоговых органов. На этом, к сожалению, наше время уже подошло к концу. Мы возвращаемся с вами к нашим слайдикам. Я хочу вернуться к титульному листу для того, чтобы еще раз показать вам наши контакты, напомнить, то есть, телефоны, электронную почту, телеграм-контакты и адрес сайта. И хочу напомнить, что если вы не смогли досмотреть до конца или неудобно время оказалось, то на сайте мы выкладываем немного пользы записи вебинаров и приглашаем вас посетить их. Может быть, вы найдете для себя еще нужную информацию. Компания GoderLine на этом прощается с вами. Разрешите поблагодарить вас за внимание, за время, которое вы нам уделили. И пожелать вам доброго дня. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok